Всем привет! Меня зовут Карина. И что-то я так посидела, подумала, что вообще-то давненько я не брала в руки шашек и давненько я не рассказывала вам о своих последних парфюмерных приобретениях, а приобретений-то накопилось уже, знаете, изрядно. Поэтому давайте быстренько, кратенько, не сильно затягивая, я постараюсь вам рассказать о каких-то основных ароматах, которые появились недавно в моем парфюмерном гардеробе. Вот. Если вам эта тема интересна, то присоединяйтесь ко мне. Не забывайте заглядывать в инфобокс и искать там всякие полезные ссылки, а также тайм-коды. Подписывайтесь на мой инстаграм, телеграм, если вы случайно на моем канале оказались, также подписывайтесь, потому что, в принципе, я достаточно живенько и интересно рассказываю здесь о всяком прекрасном парфюмерном. А мы не будем долго затягивать и начинаем. Если сравнивать вот сентябрь, собственно, с предыдущими месяцами, покупок у меня было меньше. Ну что, в общем-то, вполне понятно, потому что большую часть месяца я была в отпуске, и я не тот человек, который будет прям, знаете, вот, приезжая в другой город России из Москвы, тащить оттуда духи. Ну, потому что логично, да, что не считая парфбара в Петербурге, в принципе, я все, что продается вообще везде, где угодно в России, могу спокойно купить в Москве. Поэтому загружать свой чемодан, но только, знаете, если попадется прям по очень хорошей цене. Поэтому, в принципе, отыгрывалась я вот в последнюю неделю, наверное, сентября, первую неделю октября, и кое-что, что я еще не показала вам из конца лета своих покупок. И давайте я начну с самых шикарных своих приобретений, а именно с Гуччи. Я обожаю бренд Гуччи, я уже говорила об этом, я там люблю Раш уже 20 лет, еще с тех времен, когда он только вышиваю, тут гремел просто по всему миру. И я крайне лояльно отношусь к их бутиковой коллекции. У меня есть два аромата из этой бутиковой коллекции, вернее, были два аромата, сейчас их стало больше. У меня есть роза, которая Song of the Rose, и у меня есть Амбра Тигр. Третий аромат, который меня манил, манил и манил активно, это, конечно же, голос змеи. Почему? Ну, потому что он змея. Я люблю все, что связано со змеями в названиях, и, в принципе, в состоянии даже купить вслепую. Здесь, конечно же, это была не вслепую покупка, она была совершенно осознанная. Это единственный из первоначального выпуска этих ароматов, тот, который был в черном флаконе, сейчас у них появился в черном флаконе еще то ли леопард, то ли гепард. Ну, в общем, какой-то там котик нарисован. Котик пахнет, к слову сказать, ладаном. И на этого котика я тоже посматриваю, но пока вот еще не купила. Ну, в конце концов, цена на них, правда, очень негуманная. Говорят, что будет еще дорожать. Ну, это, кстати, понятно, потому что у нас наше правительство умеет наговорить на повышение курса. Короче, если вы думали, что сейчас курс высокий, курс, поверьте, будет еще выше рубль, будет девальвироваться дальше. Но не об этом сейчас речь. Я не экономист все-таки. Я читаю экономистов исключительно. В общем, короче, пока еще можно брать относительно недорого того, что будет дальше «Голос змеи». Это аромат на тему кожи и уда с небольшим количеством роз, ну, прям совсем вот так вот обертоном, и совсем обертоном почули. Мощный, яркий, очень насыщенный, очень красивый аромат. Просто абсолютное вот чистое удовольствие, чистое наслаждение, невероятная красота. Настоящий такой вот люкс, который может себе позволить таким быть. Вот я даже по-другому ничего добавить не могу по этому поводу. Очень я его хотела. Хотя я вообще не люблю уды. Да, ну вот. Но тем не менее, время от времени у меня какие-то такие избранные удовые ароматы появляются. И вот этот, безусловно, один из тех, которые носить я совершенно точно буду. Поэтому идите, пробуйте, знакомьтесь с бутиковой линейкой Gucci, если еще нет. Помимо, собственно, классических концентраций de parfum, в этой линейке также есть коллекция масел. Но она прям совсем дорогая. Она что-то там 30 плюс стоит. Вот. И я в ее сторону пока исключительно смотрю и томно вздыхаю. А также у них есть линейка душистых вод. По сути, это такие утренние парфюмы. Конечно, в полную стоимость у них совершенно негуманная цена. Что-то типа 17, по-моему, тысяч. Если там будет какой-то клиентский день, то можно найти там за 14-15. Но в любом случае очень дорого. Но мне подвернулась возможность взять дешевле. И я думала примерно 10 секунд на самом деле. Это аромат, который называется Winter Melody. Вот в этой части, в душистых водах, у них ароматы названы, по-моему, сезонами. Как-то там есть что-то про осень еще. И вот этот, собственно, он про зиму. Это аромат про кипарисы. Прохладный, меланхоличный. Для меня оказался просто моим парфюмом для сна. Я сейчас вот обливаю им подушку. Обливаю им себя перед сном. Для концентрации de parfum он, конечно... Это не Eau de Parfum. Это у нас... Что здесь у нас написано? Так. Perfum Water. Ну, парфюмерная... Ну, то есть это концентрация что-то среднее между туалетной водой и одеколоном. Вот где-то между. Для этого он держится нормально. Для, конечно, духов... Нет. Здесь не стоит ждать прям чего-то такого долгого и рассчитывать на то, что вы прям его весь день будете носить. При этом он летуч, хвостат. И на меня он обладает каким-то невероятно успокаивающим действием. Вот я даже сейчас его открыла. И да, конечно, на часах еще час ночи, ко всему прочему. Но не только в этом дело. Он действительно... У меня уже срабатывает на него некий рефлекс. Попробуйте эти ароматы. Они действительно очень хороши. Лоланда там еще очень красивая. Вообще, в целом, все очень и очень хорошо. Продолжая тему Гуччи, в их уже обычной линейке Гуччи Гилти, несколько лет назад вышел аромат, который называется Гуччи Гилти Абсолют Роу. В паре он вышел с женским, такой, который на тему лесных ягод. Вот насчет покупки женского я пока... Я вот в раздумьях. Что касается мужского, его сняли с производства. И если когда его еще... Вопрос снятия его шел как обсуждение, я думала, может, надо мне, может, не надо. Но когда его сняли, меня это прям подстегнуло. Я думаю, нет, я пойду возьму, чтобы потом не жалеть. Мы его в парфоманической тусовке любовно именуем конюшней. Потому что это действительно запах седел, лошадок и всего тому подобного. Он прям бомбический, честно сказать. А мне лично, как человеку рисовавшему в свое время, он, конечно, еще пахнет красками. У кожаного аккорда, в зависимости от того, при помощи каких ингредиентов кожаный аккорд воспроизводится, иногда бывает такой нюанс старой расслоившейся гуаши. И вот здесь я этот запах... Я рисовала много лет, и несмотря на то, что я гораздо больше лет не рисую, чем рисовала в свое время, запах старой расслоившейся гуаши я не спутаю ни с чем никогда в этом мире. И вот здесь этот нюанс есть. Есть еще несколько ароматов на тему кожи, где вот этой гуашью тоже попахивает. И здесь это есть. Это действительно нишевый профиль внутри люкса. За счет чего он по своему характеру вот прям ровно того цвета, какого цвета жидкость в бутылке. Здесь абсолютно идеальная просто синергия цвета и аромата. Как я уже сказала, нишевый профиль за достаточно небольшие деньги. Поэтому если вы его не пробовали, но вы кожаные ароматы любите... А я, к слову, знаете, вот как и с удами. Я вроде не фанат этого направления, но время от времени я такая... Надо срочно-срочно брать, покупать, бежать. Вот. И у меня так прирастают какие-то кожаные ароматы время от времени, которые я вроде как брать-то изначально не думала, а по итогу с удовольствием их ношу. Не очень часто, не очень активно, но понашиваю. В общем, короче, если вы фанат особенно хорошей такой красивой кожи в парфюмерии, вот, просто идеально. Кожа и ничего лишнего. Да, это не тосканка в ней, нет вот этого вот малинового варева и такого специфического задымления, которое есть в кожаных ароматах Форда, но очень хорошо. Прям очень хорошо. И пока его еще можно взять за разумные деньги. И, собственно, в наших магазинах он еще стоит. И на всяких, типа, на Тина можно найти за адекватную сумму. Поэтому займитесь этим вопросом, если вы тематикой интересуетесь. Закрыла давнюю хотелку. A taste of heaven, absent word, Kylian. Вообще полынь в парфюмерии штука интересная. Об этом, собственно, Любовь Берлианская говорила, которая лучше знает рынок, чем мы все, потому что она занимается непосредственно созданием ароматовый. Естественно, там все эти веяния рынка, и что лучше, что хуже продается, знает хорошо. Что полынь вообще интересная штука. Потому что все ее просят в парфюмерии, а по итогу очень плохо носится. И даже те, кто вроде бы покупают ароматы на тему полыни, по факту там типа ставят их в шкаф и очень редко потом повторяют снова. То есть это же понятно, кто там покупает, носит постоянно. Ну, в общем, короче, это действительно такая тема очень на любителя. И я не отношу себя к любителям, к слову сказать. У лютанца есть в линейке вот интересная полынь. Мата Хари у хестуаров. Это интересная полынь. И я вот про них в раздумьях. Собственно, в мемуаре амуаж тоже есть полынный нюанс. По-моему, больше в мужском, кстати. И вот здесь... Ну, это прям вот, собственно, напиться до зеленых чертей. Я не знаю, как по-другому это назвать. У меня не полный флакон. Мне, собственно, больше не надо, потому что это реально вот прям под настроение, под какие-то такие вот особые случаи, особые поводы. Но красиво до чертиков, поэтому, да, да, он у меня есть. И я с удовольствием периодически буду его... И жидкость, кстати, зеленого цвета. Вот, с удовольствием буду его периодически понашивать. Совсем недавно я просто вломилась в магазин Новая Зари. Это вообще для меня редкость, потому что я обычно просто прохожу мимо. Кроме одного, я люблю мыло Красная Москва. И как бы ничего не хочу с собой делать. Мне нравится. Я его покупаю, я им пользуюсь с удовольствием. У меня мыло как раз закончилось там за несколько месяцев до. И я думаю, ну, блин, зайду, куплю, как раз рядом. Забежала, в пару схватила к мылу гель для душа и увидела, что есть в наличии, потому что он как-то не везде был. До этого я что-то там, типа, весной заходила. До самоизоляции не было его. Аромат в миниатюре. Мне именно миминка нужна была, потому что ну нафига мне полный флакон? Это же больше история в данном случае про какое-то такое коллекционирование, нежели про использование. Если бы я прям планировала им пользоваться, я бы, конечно, купила версию со спреем. Ну, спускать больше тысячи просто, чтобы поставить в шкаф, ну, я найду на что еще спасти деньги. Мне здесь нужно, чтобы просто иногда там подойти, понюхать и все. Иногда, иногда, там совсем раз в 500 миллионов лет нанести. Красная Москва Лайт. Дурацкое название. Прям дурацкое невозможно. Но сам по себе аромат оказался очень хороший. Этот, можно сказать, фланкер, он был пару лет назад сделан у Новой Заре. И, знаете, объяснять его разницу с классической КМ очень легко на примере Шанели. Потому что, действительно, Новая Заря и Шанель номер 5 похожи. Что уж тут. Я не буду говорить, что один аналог другого нет. Но, тем не менее, у них есть общие аккорды, у них есть общие в характере. И, собственно говоря, вот если вы хорошо понимаете, в чем разница между Шанель номер 5 классической и Шанель номер 5 Лё, вот примерно та же самая разница будет и здесь. Все вот эти вот нафталиновые аккорды, которые ближе к базе находятся в классическом аромате, Красная Москва, отсюда убрали. Он стал каким-то более юным, более хрустальным, более звенящим, более лёгким. Мне интересно было бы... Ну, это не тот случай, да, это не то производство, и не тот бренд вообще. Но, тем не менее, если бы, например, его выпустили в концентрации чего-то типа дымки для волос, мне кажется, что это было бы вот как раз очень интересным опытом. И, наверное, даже если бы он продавался в такой концентрации, я прям купила бы его и носила. Потому что всё-таки я не про альдегиды. Причём в данном случае ни в смысле я не люблю духи из 20-х. Я никакие альдегиды не люблю. Мне не нравятся ни какие-то более современные, типа как у Лорана Мацона в белой рубашке или в аромате альдегид, альдекс, он как-то так называется. Ни в чём. Для меня альдегиды – это прям редкое-редкое настроение. У меня есть с альдегидами достаточно явно, я чувствую там присутствие альдегида в Голдамуажевске, я планирую купить себе Диа. И, в общем, наверное, я на этом могу совершенно спокойно для себя альдегидную... А, ну и, кстати, Суперстишес Маля, да, вот тоже. И Умаля-Ж и Респудр. Вот. И на этом, в принципе, я для себя тему альдегидов вот так вот закрываю. Вот просто вот. 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 Мне больше реально не надо. Но если было вот прям в дымочке, я бы, наверное, дымку, может быть, взяла. Прям совсем такую лёгкую-лёгкую. Вот. А так, просто чтобы иногда принюхиваться, прикладываться, обонять. И, в конце концов, это первый за очень долгие годы образец приличного аромата, выпущенного новой зарёй, который не является ни клоном, ни копией, ни фейком, а вполне самостоятельное произведение, над которым мы реально трудились сложнее, чем просто разбор на хроматографе. Действительно, очень и очень неплохо. Поэтому, если вам тема всех вот этих вот альдегидных историй интересно, вы там не готовы вывалить какие-то более-менее приличные деньги за что-то люксовое, прям неплохо, ребят. Серьёзно. Ещё летняя покупка, уже под конец лета, прям буквально там, или даже в первых числах осени, я не помню. В моём чате, в моём телеграм-канале, и не только в моём чате, а вообще в целом как-то массовое веяние просто какое-то пошло с обсуждением аромата Дюн Диор. То ли его снимают, то ли его сняли, то ли просто, ну короче, меня заставили это купить. Просто его обсуждали так активно, что я такая, блин, а может быть, я реально много потеряю, если я Дюну не куплю. В конце концов, я нашла себе остаток от винтажного флакона из рубежа 90-х, начало нулевых, от 30 миллилитров, чуть меньше половинки, ну то есть что-то типа там миллилитров, наверное, 13 было изначально, но может милек я сносила, соответственно, 12 осталось. Для человека с моим шкафом это до конца дней своих. Дюна это прям вот сладковатые, но при этом сухие травы. Он очень красивый. Он очень красивый, он сложный, это прям такой хороший образец парфюмерии из 90-х. Я бы хотела себе еще из Диора тех лет старенькую Дольчевиту тоже в каком-нибудь флаконе со спреем, чтобы можно было нормально носить, а не просто иногда прикладываться. Не люблю намазы. Вот. Но вот это, это очень красиво. И да, я вынуждена признать, что все люди, которые писали и говорили о том, что у него есть общие аккорды с Маквинновским киндомом, я с этим должна согласиться. Не 100% и один не заменит другой, но какие-то общие блоки у этих ароматов присутствуют. И что еще я могу, хотела сказать про Дюну. Ну, то, что Дюна действительно очень красивая. Вот. Ой, я как-то, как-то я ее всегда, всю жизнь я пропускала, этот аромат. Я его пробовала несколько раз, естественно, ну, как бы невозможно не понюхать, когда ты там приходишь в парфюмерный, она обязательно наткнешься на корнер-де-ура, она там стоит. Но вот как-то никогда у меня не возникало желания ее купить, и сейчас я понимаю, что я пропускала действительно очень красивую вещь. Ну, возможно, еще дело в том, что, да, мне попался вот винтажный образец, в котором она уже и поднастоялась, и такая вся густая, что я все-таки пробовала, ну, новоделы. Ну, собственно, наверное, все. Если его, конечно, сняли, это очень жаль, потому что даже новодел на фоне очень-очень многого из люкса звучит весьма неплохо. Из пиар-рассылок пришла ко мне вот такая вот трешечка, ароматов Фридерик Маль, который называется Жраниум Пурмесье. Делал его Доминик Рапьон, то есть три десятки. Делал его Доминик Рапьон, и это аромат про ледяную мятную воду, то есть вот прям вода, в которой настоялась мята, и в ней плавает несколько листиков герани. Он очень своеобразный. Я думаю, что я даже буду меняться ну то есть типа две из трех десяток. Я, наверное, даже поменяю на что-то другое из Маля, потому что есть ароматы у бренда, которые мне не нужны в большом объеме. Ну то есть типа хорошо, если бы да, но нормально и так. Там что-то, например, Флёр Де Касси, допустим, или, допустим, Супер Стишис. Вот уважаю, люблю, но часто носить никогда не буду, поэтому десятки вот за глаза. Вот. Поэтому я думаю, что я с кем-то из паров увлеченных, у кого тоже что-то такое в наборах есть, я думаю, что мы махнемся не глядя, и как бы хорошо, потому что, ну, объективно, 30 миллилитров герани мне дофигище. Но аромат действительно, у Маля нет плохих ароматов. Они могут быть не совсем по вам, как есть некоторые, которые не совсем по мне, но тем не менее отрицать того, что они действительно красивые, ну, это, на мой взгляд, это сложно. Этот прохладный стран, он странный, этот парфюм. Он звучит одновременно, и колка за счет, собственно говоря, герани, и очень освежающий за счет мяты. И в нем есть такой вот нюанс прям мятного зубного, не зубной пасты, а именно зубного порошка, вот старого, вот в этих, помните, пластиковых банках, он и сейчас, его периодически можно купить в каких-то хозяйственных магазинах, это очень необычно, но, тем не менее, это, это красиво, и это хороший такой вот, знаете, парфюм, когда вам надо утром проснуться, сесть, и просто отсюда и до забора, от забора и до обеда, от обеда и до следующего забора, и не отвлекаясь на всякую фигню. Собирает он просто обалденно. Вот я его несколько дней носила именно в такие прям в рабочую страду, можно сказать, да, когда мне там быстро нужно было сделать какие-то вещи, он действительно очень хорошо настраивает на рабочий лад. Еще пару слов скажу, это же была конференция, посвященная 20-летию бренда Фредерик Маль, приглашали, соответственно, парфюмеров, с которыми он начинал работать, в основном, это более такая старая команда, это Жан-Клод Лина, это Пьер Бурдон, это Домини Крапьон, Морис Руссель, и пригласили Анну Флипой. Это понятно, это был спойлер, что именно она сделает новый аромат для Маля. Вроде бы не раскрывают пока, о чем он будет, но смотрели в патентах, и в патентах найдена информация о том, что зарегистрирован аромат, название связанное с ландышами. И это достаточно логично звучит, потому что Маль не раскрывал эту тему, это, собственно, классическая тема для французской парфюмерии, тем более, давайте не забывать, что Маль имеет косвенное, даже не совсем косвенное отношение к наследию Диор. И Анна Флепо, она прекрасна как цветочница. Да, ей все вспоминают Лавиабель, но она делала ее вместе с Рапьоном, и она явно для Рапьона, наверное, кто-то вроде ученицы, потому что много таких знаковых ароматов, типа как Лавиабель, Демиле, они делали вместе. И судя по разнице в возрасте, да, где-то он ее как-то направлял, помогал, подсказывал, и вот это вот все. Но сама она хороша, именно как мастер цветочного жанра, потому что давайте только я вам одно назову, Мимоза Промуа Артизан, это ее работа. И много чего еще она сделала именно на цветочную тему, поэтому, если это подтвердится информация, не очень хочется, знаете, гадать на кофейной гуще, ну, вот просто была инфа о том, что да, в патентах есть название зарегистрированное, название, связанное с ландышами, то это прямо будет очень логично, и я думаю, что это будет второй ландыш в моем шкафу. Вот. И еще покажу одну миниатюрочку, и мы прервемся на вторую часть, потому что уже 25 минут, а флаконов еще дофига. у Мюглер некоторое время назад, давно довольно-таки, была линейка, которая называлась что-то типа Garden of Star или Star of Garden, ну, что-то, короче, там со звездами и с садами, они уже сняты, и сняты давно, у меня есть, был, есть, но никуда он не делся, аромат на тему лилий, еще там была по-моему фиалка, и, собственно, я вот выхватила себе миниатюрку розы. Ну, собственно, это классическая ангельская база, просто с присутствием в ней розы. Носить буду, да, потому что, собственно, ангел, это тот парфюм, который и намазом звучит хорошо, но, конечно, в первую очередь это несет в себе коллекционное значение, потому что, ну, когда я увидела ее, я просто сразу писала мне, 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 срочно, 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 вот, поэтому называется он La Rose Angel. Я понимаю, что, как бы, есть ротации и все остальное, и, возможно, эта линейка не так, чтобы активно прямо продвигалась и все такое, но жалко, что ее сняли, потому что, собственно, и лилия там хороша, и приходится ее приберегать, да, потому что, ну, а как бы, а как? И, собственно, вот, роза тоже очень красивая. На этом давайте мы с вами сделаем паузу, я вас благодарю за внимание, и мы увидимся во второй части. Пока-пока. субтитры сделал DimaTorzok, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,